Добрый день, дорогие любители растений! Подходит к концу первая волна цветения роз. И что у нас теперь самое главное, это обрезать их для второй волны, чтобы мы получили еще большее цветение, еще более пышные кусты. С чего же нам начать? Вспоминаем, что все наши розы делятся на чайно- гибридные, шарабы, флорибунды и почвопокровные. Ну и конечно еще плетистые. Итак, каждую группу мы обрезаем по-своему. Проще всего мы поступаем с почвопокровными розами. Вот это джаз. Смотрите, какой обильный куст. Вот у нас веточка, она уже практически отцвела. И вот она нам сама показывает, где она хочет расти дальше. Вот раз, два, три уже новые почки. Это цветочные почки, будут такие же кисти. Вот эту кисть мы отрезаем, оставляем небольшой, самый маленький пенечек. Я еще вот эту почку уберу. И вот здесь будет уже три кисти. Вот аналогично уже показалась маленькая почечка. Вот здесь убираем. здесь у нас вырастут новые кисточки. Если розочка нам еще не показывает, где она хочет свести дальше, вот находим пятилистник, удобный для нас, и первую хорошую почечку. Я стараюсь обрезать куст весь целиком, чтобы потом было хорошее повторное цветение. Многие пытаются обрезать кисточки равномерно, как только они отсветут. Но тогда мы не получаем полноценное второе цветение. Если же мы сразу обрежем целый куст, то потом получим здоровую вторую волну. Но такие кисточки мы конечно оставим. Вот они еще только начинают свистеть, и тут еще достаточно бутонов. Дальше у нас чайно-гибридная роза. Как же мы с ней поступим? Это у нас Gloria Day. Здесь можно по общему принципу. Мы выбираем первый здоровый пятилистник. Но как видите, у нас она тогда будет расти еще выше. Ей сил просто не хватит. Поэтому эту розочку я обрежу вот так. Вот он пятилистник. Следующее. Три, три, один, три. Вот здоровый пятилистник. Но мне она такая высокая здесь не надо. Я обрежу вот так. Дальше этот пенек можно обрезать полностью, потому что здесь хорошая леточка у нас не вырастет уже. Здесь видите, уже идет базальный замещающий подбег. Здесь уже будет хорошие розы. Следующее. Обрезаем вот сюда на внешнюю почку. Тоже на пятилистник. И так же поступаем с остальными побегами. Здесь он слишком у меня выпирает, поэтому я обрежу вот так, чтобы розочка шла вот сюда. Она здесь будет красиво светлая смотреться на темной этой обрешетке. Вот что у нас в итоге получилось. Я снизила основную высоту розы. Сейчас зацветут у нас вот эти вот побеги. Так и на третью волну будут проснуться вот эти почки. И будет у нас цветение до самой осени. Августа Луиза. Это чайно-гибридная роза. Я стараюсь обрезать розы пониже, чтобы у меня был более компактный кустик. Это второгодочка. Посадила я ее только в прошлом году. Поэтому нам важно, чтобы был сам по себе кустик попышнее и чтобы веточки были потолще. Поэтому я стараюсь обрезать ее пониже. Дальше у нас идут Остиновские шарабы. Они имеют такую специфику, что вот один цветочек отцветает и обычно пока вот этот вот не оборвешь, следующие не хотят распускаться. У кого есть достаточно много времени, либо мало роз, желательно центральный бутон везде убирать. И тогда вы получите через неделю уже повторное цветение более массовое. Вот зацветает сначала средний бутон, обрываем, потом на его месте три следующих. И когда цветут уже вот эти, тогда мы обрезаем вот так вот кисть. Я пока не буду сейчас этого делать. И у нас пойдут вот эти новые веточки. У шарабов есть такая тенденция, что они цветут практически целое лето постоянно. Одни бутоны замещают другие и надо только ходить с ведерочком и их обрывать. Здесь у нас такая же ситуация, хотя это шараб, но получилось как на почвопокровных розах. Видите, почечки уже наросли. Мы можем обрезать, в принципе, на любую из них. Можем вот так вот, а можем вот на эту почку, потому что она у меня слишком разрослась. Аналогично. Видите, если вот здесь вот мы обрежем, здесь пойдет много мелких цветов. А если мы обрежем вот на эту почечку, то будет более крупная кисть. Большинство роз в наших садах составляют флорибунды. Это пышные кусты с большим количеством цветков, не очень высокого роста и без запаха. Что мы делаем в этом случае. Считаем листочки. Это классика. Три, три, три листочка и вот они пять. Дальше смотрим, куда мы хотим, чтобы роза росла. Если мы обрежем вот сюда, ветка пойдет внутрь куста. Нам это не надо. Берем следующий, обрезаем целиком кисть и смотрим, чтобы почка была здоровая и куда у нас будет расти роза. Смотрите, а здесь у нас развилка и не очень хорошая ветка. Нам ее лучше обрезать целиком. Один цветок надо было ее обрезать еще раньше. У нас вот есть замещающие побеги. Нам хватит для полноценного цветения. снижаем общую высоту куста обрезкой. Плетистую мы оставляем ту высоту, которая нам нужна для этой розы. В данном случае я срезаю только соцветия, потому что здесь у меня высокая шпалера и она может оплести ее всю. Срезаем на внешнюю почку. Он рос, рос и передумал. Побег, который не заканчивается бутоном, называется слепой побег. Если мы видим такие побеги, мы можем либо убрать их полностью, либо до первого хорошего листочка. И вот из этой почки у нас снова пойдет розочка. Но в данном случае роза густая, поэтому я обрезаю его целиком. И последнее, общие принципы обрезки. Срезаем до первого хорошо сформировавшегося пятилистника. Срез делаем желательно наискосок, но не обязательно. Срез 45 градусов пошел из плодоводства, чтобы на пеньке не застаивалась вода. У нашей веточки тонкие и болтаются на ветру во все стороны. Какой уж тут застой воды. Пеньки оставляем 5-7 миллиметров. Если меньше, есть опасность, как говорится, зарезать почку. И она просто засохнет. А слишком высокий пенек может почернеть и загнить. А вот такие почки с черным кончиком, а также слишком маленькие и высохшие, в дальнейшем цветение у нас не участвуют. Отрезаем. Не забываем после обрезки розы желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями с содержанием магния для более пышного второго цветения. Так как это стресс для розы, любая обрезка. Желательно обрезкать чем-нибудь антистрессовым. Пинцер, кон, НВ. Что для вас предпочтительнее. И конечно же по литии состоит такая сухая солнечная погода. А для тех, кто досмотрел это видео до конца, как всегда небольшой лайфхак. Июнь, начало июля – хорошее время для черенкования кустарников. И наши розы не исключение. Такие крупные и здоровые ветки, как у этой Эммы Гамильтон, мы можем использовать для размножения. В этом процессе также не участвуют верхние почки с тремя листочками. Верхушки убираем. Оставляем 2-3 узла. Убираем нижние листья. На верхних оставляем по 2 листочка. Вот такие черенки у меня получились. Если сорт нужный, особо ценный, лучше замочить стимулятор рекорд необразования на несколько часов. Если же у вас экспериментальный сад, как у меня, можно сразу сажать в землю, в тенистое место. Я никогда не заморачиваюсь с баночками на подоконнике. Дальше обязательно полить и накрыть стеклянной или пластиковой тарой. Вот такие кустики вы можете получить на следующий год. А вот таким он станет через 3. И главное, не бойтесь обрезать свои розы. Думаю, еще ни один кустик не погиб от неправильной летней обрезки. Прислушивайтесь к своим розам, экспериментируйте и получайте удовольствие от своего сада. А также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, если видео вам понравилось, или дизлайки, если не понравилось. До новых встреч! Пока!